Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 2 февраля, Православная Церковь совершает память святых мучеников Инны, Пинны и Риммы. Они послужили Господу равноапостольским подвигам и стали, как воспевается в Акафисте, первомучениками славянскими. О святых угодниках Инне, Римме и Пинне известно не очень много. Жили они на рубеже I и II веков во времена суровой борьбы темного язычества с христианством, которое только распространялось на земле. Трое святых мужей были родом из Скифии. Это территория между устьями Дуная и Дона, включая Степной Крым и лесостепные районы Северного Причерноморья. Однажды они услышали благовестие от апостола Андрея, дошедшего до пределов их родины, и искренне уверовали. Они приняли святое крещение от ученика Христова и сами стали проповедовать истинного Господа среди варваров и язычников на просторах современного Крыма. Апостол Андрей рукоположил их в священники. Благодаря горячим проповедям и благочестивой жизни Инны, Риммы и Пинны много людей обрели спасительную веру. Господь своим угодникам уготовил мученические венцы. Князь Херсонский пришел в ярость от проповеди трех благочестивых мужей и приказал их схватить. В то время стояла суровая лютая зима. По повелению жестокого властителя в реку Дунай скованную льдом вбили три толстых бревна. К ним привязали Инну, Пинну и Римму и постепенно стали опускать в ледяную воду, пока святые мученики от стужи не предали Господу свои чистые души. Христиане погребли тела святых, а через несколько лет они явились во сне епископу и повелели перенести их мощи в сухую пристань. Тогда это место называлось Аликс, сейчас Алушта. Со временем именами святых мучеников Инны, Риммы и Пинны, внесенных в святцы, стали называть детей. Причем и в современное время эти имена, кроме Пинны, довольно популярны. Однако называют так вовсе не мальчиков, а девочек. Сложилась эта традиция из-за ошибочного мнения, что Инна, Римма и Пинна – это девы, поскольку окончание «а» присуще женским именам. Их самих почитали какое-то время как мучениц. Об этом, а также о важности достойного почитания святых, пишет и святитель Лука, воина Ясенецкий, в 1950 году. «Прошу вас, отцы всечестные, поминать на отпустах литургии вечерни и утренни святых мучеников Инну, Пинну и Римму, ибо их надо считать крымскими святыми. Это очень древние мученики. Они приняли мученическую кончину за Христа где-то в устьях Дуная. Бывают случаи, когда женщины, носящие имена Римма и Инна, теряются, впервые узнав, что их небесные покровители – мужчины. Действительно, редкий случай, но никаких поводов для смущения здесь нет. Нужно хорошо знать житие своего святого, чтобы проникнуться к нему особенной теплотой и молиться ему от всего сердца, прося помощи и заступления. Святые угодники Инна, Римма и Пинна, мученически пострадавшие за имя и веру Христову, эти святозарные светильники славянских земель предстоят престолу Божию и усиленно молят Господа о даровании его милости всему роду человеческому. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Ефимия Великого, преподобных Ефимия Схимника и Лаврентия Затворника Печерских в Дальних пещерах, преподобного Ефимия Сянджимского-Вологодского, мучеников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида, преподобного Ефимия Исповедника, священномученика Павла Добромыслова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова